Всем привет! Меня зовут Дима и сегодня расскажу как настроить выгрузку новых строк из Google таблицы в виде сообщений в мессенджер Telegram. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Sheets. Теперь необходимо указать действия. Загрузить строки новые. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь необходимо указать файл и лист, из которых будет происходить выгрузка данных. Если у вас в таблице уже находится 1000 строк, и вы не хотите все эти строки передать в Telegram, укажите в поле «Начать загрузку данных со строки номер» цифру 999, для того чтобы начать загрузку с последней из них. В данном случае у меня в таблице находится одна строка, поэтому в этом поле я оставлю единицу. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные, которые у вас заполнены в выбранной строке. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных Google таблиц успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы выбираем Telegram. Далее необходимо указать действие «Отправить сообщение». Теперь необходимо подключить ваш Telegram к системе Apex Drive. Скопируйте имя бота и перейдите в ваш Telegram для того, чтобы его найти и запустить. Далее необходимо скопировать строку для подключения Telegram бота и отправить ее в виде сообщения. После того, как аккаунт успешно подключен, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вам необходимо составить сообщение, которое будет отправляться в Telegram при появлении новой строки в Google таблице. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в любом месте в поле сообщения и выберите ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значение вручную. Субтитры сделал DimaTorzok Когда все необходимые данные назначены в сообщении, кликаем Продолжить. Теперь вы видите пример сообщения, который будет отправляться в Telegram. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем Отправить тестовые данные в Telegram. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных в Telegram успешно завершена. Далее необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настройок интеграции и удачи!